Узнай, что. Завтра утром тебя сменит либо Алекс, либо я пришлю кого-нибудь еще. Давай, Олег, я на тебя надеюсь. Не переживайте, все будет нормально. Алло, старый. Еду в Тулу. Хочу найти боевых товарищей Виталия Скороходова. Ну, того, что в нас все стрелял. А вас что? Без меня справитесь? Ну, желаю удачи. Стоять лицом к стене. Проходи. Стоять лицом к стене. Проходи. Слышишь, сержант, у тебя дежурство до утра. Не разговаривать. Стоять лицом к стене. Ты фантик видел? И что? У нас в камере очко забилось. Ты сам понимаешь, мы приболели. Я не сантехник. Будешь вводить насначенный дальняк в процедурную. Я тебе ищу бабла, да? А ты не боишься, что я у тебя шмон устрою? И вообще все отниму? Держи себя в руках, служивый. Здесь же все люди. На воле тебе мой человек будет еще больше денег давать. Ну, еще договорим. Ладно, проходи. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Нет, Никита Викторович, мне ваше предложение совсем не нравится. А вот эта сумма вам нравится? Господин Яблонский, у вас же помимо финансовых проблем еще и лицензия висит на волоске. Неправда. С лицензией я решу вопрос. Ну, это если будут деньги. А их у вас нет. Слушайте, откуда вы мне все знаете, а? Я вас первый раз в жизни вижу. Я вас ничего не слышал и... И тем не менее сразу же примчались, чтобы обсудить мое предложение. Знаете, я даже подумать не мог, что речь пойдет о... Речь идет прежде всего о хороших деньгах. Ну, так что мне, искать другие варианты? Мне нужен задаток. За десять дней. Вперед и наличными. Вот это уже другой разговор. К вечеру я подготовлю сумму за пять дней. За семь? За пять, Илья Максимович. За пять. Ты пиво пей, не стесняйся. Чего мы сюда пиво пришли пить? Не заводись. Не надо выделяться с местного коллектива. Все пьют, а ты пей. Подержи ты, не он здесь. Меньше захмелеешь. Надо дождаться, пока Картавой поговорит с Волохом, и только потом за ним выдвигаться. А что ждать-то, Серег? Надо брать, вот здесь все. Не надо, мы не местные. Мало ли, как все повернется. Будем брать после разговора. На улице по-тихому. Кребет кто-то. Здорово. Привет. Горшок не забегал? Нет. А он, наверное, соседки из четырнадцати сожигает. Ну, хорошо. Ладно, понял. Давай, потом зайду. Ладно. Ух, блин. Братан, прости, пожалуйста. Ух, в натуре не хотел. Чисто случайно. Извини, пожалуйста. Волох ждет за гаражами. Сразу за мной не иди. Братан, прости, в натуре. Давай без обид. Извини. Остраховывается. Придется импровизировать. Придется импровизировать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Двигай в тачку. Я сейчас приду. Мазараев. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кортовый, иди сюда. Давай, давай сюда иди. Иди, скажу, чем. Сдал нас, парни. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Стоять! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сережа, идти. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты куда берешь? Быстро я из машины. Простите, пожалуйста, я не специально. Она заглохла вдруг. А я только что права получила. У меня совсем навыка нет. Ну, где твоего у тебя нет? Ну, извините, пожалуйста. А что я могу? Я специально, что ли? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Передайте вызов. Простите, она заглохла. А вы не поможете, ну, как-то? Да пошли вы. Садись в машину. Садись, садись. Я боюсь уже. Разберемся. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну да, не надо было за ним ехать. Надо было за Волохом. Волох никуда не денется. Сейчас главное, чтобы эти двое в тюрьму не попали. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну что, тут чисто все? Да, нормально. Так что, получается, Годино же ломил нас ментам? Это не менты были, скорее всего. Знаешь, как они от ментов ломанулись? Что, зря Карта у вас завалили? Один пень, они же меня шмаляли. Ладно, погнали. Кайболиту подлатать мне требуется. А потом я спрошу, у кого надо, что из-за фраера такие мутные были. Сильно задело? Не фигня. Чутка зацепила только, вон даже рука шевелится. Пойдем. Вот и все. Глыбли. Да, чуть не глыбли. Серега. Хорошо, что я свою машину у кафе не стал оставлять. Прям как чувствовал. Так а что у тебя делать-то будем? Менты уже на уши все подняты. Приметы наши известны. Какие приметы? В лучшем случае одежду заметили. Подожди. Чего? Хотел сегодня в офис завести, но не успел. Замотался. Нам повезло. Вот этого человека зовут Скороходов Виталий Владимирович. Несколько дней назад он убил бизнесмена. Той же самой пулей была тяжело ранена невеста моего друга. Денег свадьбы. Девочки, из позвоночника пуль вытащили. Дядя Вась, Василий Сергеевич, но я же вижу, что ты узнал его. Пойми ты, мне надо найти его заслуживцев. Там целая организация, которая киллера из бывших наших набирают. Лень, если ты так много знаешь, что ты ко мне пришел? Вот это все, о чем я знаю. Пока. Ни имен, ни фамилий. Только кличка их главного. Кондор. 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 Смешная птичка. Чего мы с тобой, чай для чая, а? Давай-ка мы с тобой наливочки мои, на ягодках. Своими руками собирал. Давай, держи. Выпьем, а ты мне поподробнее и расскажешь, что да как. Что за гадство? Что, трубку не берет? Телефон выключен. Не может быть. Надать никогда, телефон не выключает. Может, уехал куда-нибудь? Да ты что, он за полгода в магазин-то ни разу не вышел. Что делать будем? Да что, что. Полезли в дом, расподъехали. Все равно нам надо выяснить, что за люди нам на хвоста сели. Пойдем к киргизскому. Пойдем к киргизскому. Киргизскому. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Надо тебя. Завалили. Как? Как? Наглухо. Валим отсюда. Куда я идем? Поедем эту бабу Марину тряхнем. Ну, давай. Вот дядя Вась. Сказал все как есть. Давать нечего. Плохая, Лень, история. Как говорится, нехорошая. Это точно. Ну что, дядя Вась? Расскажи, что знаешь. Ну, знал я этого Виталика. И ребят из его группы Кондор тоже знал. Так, Кондор – это название группы, а не псевдонимы. Ну, и так, и так. Кондор. Так они называли своего командира. Но у нас на базе его никогда не было. Жутко засекреченный спец был. Но есть нюанс. Какой? Ну, примерно в то же самое время прислали к нам в центр майора. Из военной прокуратуры. Ну, якобы с какой-то там плановой проверкой. Вот. Делать ему было особо нечего. Но за тренировками он наблюдал с большим любопытством. Ну и в чем дело-то? А в том.